Борилла. Почему итальянцы не едят бориллу? Почему итальянцы не покупают бориллу? Почему итальянцы не любят бориллу? Почему итальянцы ненавидят бориллу? Целый спектр вопросов все одного плана. Логика в них такая. Итальянцы мастера макарон, пасты, лапши, всего вот этого. И они, соответственно, в этом очень разбираются. Это действительно так. В Италии есть макароны, лапшу, пасту. Они считаются крутостью, это нормально. И они воспринимают это как элемент своей национальной культуры, кулинарной культуры. У них там много видов, много всяких особенностей заваривания, того, что добавлять, что не добавлять. В общем, они в этом разбираются. И мы думаем, какая логика. Раз итальянцы не покупают бориллу, значит борилла что-то не так. А у нас она в России активно продается. Значит, возможно, ее не стоит покупать. И стоит, так сказать, прислушаться к опыту тех, кто в этом профи. Давайте в этом разберемся. Немножечко времени. Это видео, и у вас будут все ответы. А это я, Владимир. Сзади меня коробки. И мы начинаем наш минутку, 3-5 минуток саморазвития. Начнем с того, что когда я узнал, что итальянцы не покупают бориллу, это данные, эти данные, этот факт сопровождался фотографией. Это была фотография карантина, самоизоляции, где в магазинах смели все макаронные изделия, все макароны, всю пасту, кроме бориллы. То есть итальянский магазин, огромные полки, все пусто, и лишь стоит вот этот полностью стенд бориллы, никому не нужный. Знаете, вот прямо стоит таким островком, среди прочего. То есть что было справа забрали, что было слева забрали, сверху, снизу все забрали, стоит один раздел бориллы. Я подумал, ё-моё, значит борилла полная фигня. Так ли это? Давайте разбираться. Первое. Вообще борилла это что такое? Это что-то, что делает наша местная какая-то сеть и продает за рубеж, и поэтому там ее никто не берет. Или это вообще какой-то собственный лейбл, бренд, типа, знаете, пятерочка делает бориллу и засовывает где можно. Так что даже в итальянские магазины засунуло, и, понятное дело, они там брать не будут. Что такое борилла? Борилла вообще означает буквально солянка. На самом деле борилла, такого слова сейчас не существует даже в английском языке. Но этимологически, этимологически, бориллой назывался класс солянка к солянке. Вот знаете, все растения солянка холмовая. Она растет в России и в Европе. И весь этот подкласс, вся эта группа в простом роде называлась борилла. Но потом, соответственно, в честь, видимо, этой травы появился человек, у которого была фамилия борилла. И в честь нее он называл свой бренд борилла. То есть борилла это не что иное, как название, а точнее фамилия человека, который владеет компанией. Ага. То есть это, я-то думал, что это какой-то там, знаете, там огромный конгломерат, делает кучу всего, и в том числе пасту борилла. Нет, оказывается, борилла это фамилия. Если разобраться еще детальнее, то мы узнаем, что борилла это на самом деле семейно-клановый бизнес, который уже на протяжении 142 лет принадлежит семье борилла. Стоп. 142 года. Это значит, что компания была основана в 1877 году. В 1877? Не 900, а 800. То есть ей не просто много лет, ей уже много, ей почти 150 лет. Ага. Борилла. Что-то мы в России таких людей не слышали. Кто такой борилла? Петро Борилла. Петро, как Петр, только по-итальянски. Это итальянец, который основал компанию Борилла. Назвал ее в честь себя, в честь его фамилии Борилла. И на протяжении 100 лет эта компания Борилла, она принадлежала только частной семье. Потом на 30 лет ее покупал другой какой-то известный конгломерант. Но со временем ее снова выкупили. И сейчас Борилла принадлежит частной семье Борилла. При этом 85% всей компании принадлежит мужику, которого зовут Гуидо Борилла. Ну, по-русски, наверное, это было бы Гвидо. Гвидо Борилла. Это миллиардер, который владеет 85% акций Борилла. Стоп, подождите. Итальянец, миллиардер, владеет Бориллой. Не похоже на то, что Борилла это очередной бренд, который придумали там в создателе X5 групп перекресток. А это и не так. Да, Борилла это огромная семейно-клановая корпорация, в которой сейчас оборот составляет много миллиардов долларов. Настолько много, что прибыль месячная, годовая за 2015 год, ну, это вот последний такой известный отчетный год, составил 3,5 миллиарда долларов. 3,5 миллиарда долларов только на Борилле. Да у нас у тебя пятерочка, и X5 групп столько не получают, наверное. Чтобы вы прикинули масштаб Борилла, давайте скажу вам четко. В Италии 45% всего макаронного рынка это Борилла. В Италии 45%. То есть в стране, которая специализируется на макаронах, на пасте, половина почти всего мира пасты это Борилла. Тогда почему они ее не берут? А в США сколько? В США 35% рынка макарон, пасты это Борилла. Ё-моё, 35%. Треть. То есть каждая третья съеденная пачка лапши это Борилла. Это много? Это очень много. Поверьте, в мире рыночной экономики, когда очень много производителей, очень большая конкуренция, если у кого-то огромная доля, это говорит о том, что он либо очень круто все делает, либо он монополист. Но так как в Италии он, может быть, и был бы монополист, в США его бы точно оттуда выкинули, если бы он не был крутым. То есть Борилла это на самом деле крутая тема. Подождите. Семья Борилла. Кто это? Это у нас значит Гвидо Борилла, 85%. А остальные 15 принадлежат Лука Борилла и Паула Борилла. Паула это девушка. То есть два брата и сестра. Им принадлежит вся компания Борилла. Многомиллиардная корпорация Борилла. Ага. Представляете? Я сейчас не иронизирую. То есть когда мы приходим в пятерочку, и там лежат вот эти синенькие макароны Борилла, на самом деле это многомиллиардная корпорация, которой 142 года. Вы об этом знали? Я нет. Как полезно делать видео для вас? Как полезно их смотреть? Почему нет такого Вовы, который бы рассказывал мне что-нибудь такое? Хочу запускать и смотреть. А, он есть, его зовут Ян Топлис. Вот он делает хорошо. Но он не мой кумир. Потому что, мне кажется, он слишком за монтаж запаривается. Так, вернулись к Борилле. Борилла оказывается номер один в мире в производстве макаронных изделий. Номер один в мире. Понимаете? Миллиардная корпорация. Половина всего рынка Италии. Борилла это топ. Это топ всей планеты в макаронах. И она продается у нас. В пасте. Круто. Тогда почему на фотографии никто его не брал? Вот мы сейчас все показывают, что Борилла неплохой бренд. Вообще, он какой по сегменту? Давайте я вам скажу. Вот смотрите, бывает дешевый и массовый, да, средний такой, хороший или элитный. Борилла это средний сегмент. Средний хороший. То есть, вот он больше к элитному, чем к массовому потреблению супер дешевому. Потому что, например, когда я 4 года назад был в каком-то ресторане и как раз запаривался за макаронные изделия, я хотел узнавать, в них разбираться. Там высший сорт, первая группа А, фактор. Вот это все. Я помню, как у официантов спросил, а что у них за макароны используются? Они сказали, мы используем Бориллу. Я подумал, ну Борилла, ну и хорошо. Ничего не знаю про нее. Сейчас я узнаю, что, оказывается, это неплохие макароны. В ресторане для приготовления пасты используется Борилла. Представляете, что мы покупаем в магазинах? И все это не отвечает, почему ее никто не берет в Италии. Вернемся к фотографии. Значит, фотография, продуктовый магазин, все разобрали, кроме Бориллы. Первый ответ дали мне просто фантастически знакомые, потому что она слишком хорошая для итальянцев. Ну, то есть, все разобрали во время карантина, во время вот этой паники, что смели. Супер дешевые продукты. То есть, супер дешевую лапшу, супер самый низкий сорт, чтобы было хоть что-то. Ну, и потому что все равно во время кризиса, карантина, как бы непонятно, что будет с деньгами. А хорошее ставили. Ведь это имеет смысл. Во-вторых, на той фотографии Борилла, она стояла в самом верху. Многие говорят, что люди не дотягивались. А в-третьей сказали, что вообще вся фотография полная ерунда. Потому что вот в этом не разобрали Бориллу, а в этом и разобрали. И вообще это сфотографировано только после того, как выставили Бориллу. То есть, ее уже выставили, кто-то сфотографировал. Остальное только везут выставлять. Поэтому выставленный товар выглядит, как будто его не забрали. Ну, то есть, просто фотографии в интернете никогда не являются пруфом, аргументом. Она является лишь таким показателем, что можно разобраться. Мы разбираемся, и у нас нет ни контактов магазина, ни обстановки. То есть, это не забрали, или уже все забрали, но завязали. Или, а какие макароны были вокруг, дешевые или дорогие. Или, соответственно, оправдали, что итальянцы дотянуться не могут, потому что там полка очень высоко. В общем, большинство называли эту фотографию не фейком, фотография это реальная, а дезинформацией. То есть, фотография, она наводит не на те мысли. Фотография, кстати, называлась «В Италии никто не покупает Бориллу», потому что она «Г» и дальше продолжение. Но по факту, получается, никто не покупает изначально неверно. Тут надо такая логика. Мы пытаемся вас убедить, что в Италии никто не покупает Бориллу, потому что на этой фотографии, одной конкретной, она есть на стенде, а другого нет. То есть, на примере одного пациента сделать клиническое исследование. Разумеется, если кто-то скажет вам, что препарат клинически испытан на одном пациенте, вы ему доверять не будете. А у нас что? Одна фотография, на которой Борилла. Кстати, ну, сколько можно уже обсуждать эту фотографию и не посмотреть ее реально? Это как-то странно. Давайте прямо сейчас вам зайдем и посмотрим, почему итальянцы не любят Бориллу. Вот этот легендарный кадр, который обошел интернет. Смотрите, вот так он выглядит. Сейчас вам наведем. Да, вот это полки. Италия в кризис. Действительно, сфотографирована Италия в кризис. И вот это макаронное изделие, все пусто, только стоит Борилла. Ну, там еще какие-то мелочи лежат справа-слева. Чуть-чуть, видите, там одна-две пальчики. Только Борилла лежит нетронутой. При этом непонятно, ее уже выставили или ее вообще не разбирали. И у всех остается очень много вопросов, что это значит. А что говорят итальянцы? Разумеется, я почитал и поизучал опыт. Провел крупные исследования, связался с огромным количеством итальянцев, подготовил для вас огромный отчет, то есть, просто погуглил, как я это сделал. Посмотрел русских людей, их опыт, отзывы про итальянцев, которые едят Бориллу. И что оказалось? Итальянцы едят Бориллу. Массово едят. Едят и Бориллу, и другие фирмы. Бориллу считают чуть-чуть выше среднего класса. То есть, если итальянец экономит, он Бориллу не возьмет, потому что она слишком крутая для него. Если же это итальянец хорошего среднего уровня, он просто всегда будет есть Бориллу. И у нас ее покупают и в Италии ее покупают, и в Германии ее покупают, и в США ее покупают. И получается, что на самом деле Борилла это мировой супертовар. А, кстати, какое вам мое мнение? Ну, я вот брал Бориллу. Но я вот не сильно гурман, я к еде больше отношусь с точки зрения функций. То есть, еда должна давать энергию, полезные микроэлементы. Еда это просто топливо, человек, автомобиль. Ну, вот примерно так. Ну, я так реально отношусь? То есть, я не вознаграждаю себя едой. Я не могу работать весь день, а потом нажраться Бориллу или пасты там, или еще чего, сказав, что как классно. Я поел хорошего, потому что поработал. Нет. Еда, в общем, речь не обо мне, а о том, что я Бориллу воспринимаю, как остальные макароны. Вот честно, пробовал Макфу, Бориллу, всякие там Щербинские, щебенские, пробовал и подешевле, и ленту пробовал. Мне все одинаково. А мне все понравилось. Не считаю, по вкусу точно не отличается. Наверное, по составу чуть лучше Борилла, потому что это все-таки зарубежное качество. Вот. Итак, отвечаю на вопрос. Почему итальянцы не любят Бориллу? Какой ответ? Неправда. Они ее любят. Почему итальянцы не покупают Бориллу? Неправда. Покупают столько, что она 100 лет 45% всех продаж в Италии. Почему итальянцы ненавидят Бориллу? Неправда. Такого нет. Почему итальянцы во время кризиса смели все с полок, но оставили Бориллу? Неизвестно. Это единичный случай, постановочная фотография конкурентов. Может быть, она им тут не понравилась. Может быть, на нее не было акции. Может быть, она стояла слишком высоко. Может быть, это уже просто выставили новую. Может быть, вокруг было все настолько дешевое, что взяли в первую очередь то. Мы не знаем. Я не защищаю Бориллу. Я хочу сказать, что невозможно сделать выводы на основе клинического исследования на одной фотографии. Вы это понимаете? Теперь вы знаете все про Бориллу. Все, понимаете? Вот люди приходят в магазин, покупают Бориллу и что видят там? Очередной просто товар. Они даже не знают, русская, не русская, иностранная, популярная. А вы знаете, это мировой бренд. Значит ли это, что надо хватать брать Бориллу? А это решать вам. Любите мировую историю, культуру, хотите быть частью мира, космополитам, покупайте Бориллу. Хотите поддержать нашего отечественного, покупайте МАКФУ. Она, говорят, тоже качественная. Говорят, ее делают в России, то есть вы поддержите нашего отечественного производителя. Это вам решать, что и как делать. Моя задача донести до вас знания, а что делать на их основе, как выбирать да, нет, хочу, не хочу, это все ваш путь. Я, кстати, лишь напомню, что макароны это вообще не самая идеальная еда. В Италии это считается нормой, но в России эти уже начали отказываться. Почему? Потому что это мега-мега углевод. Это гарнир-углевод. Вот воспринимайте макароны теоретически, если сейчас пройти много этапов и опустить их, то макароны это чистый сахар. Все-таки 5 ложек макарон это почти 5 ложек чистого сахара. Ну, если вы не верите, посмотрите, сколько углеводов в 100 граммах макарон. В 100 граммах сахара 100 граммов углеводов. Углеводов в 100 граммах макарон ну почти 100 грамм углеводов. Разумеется, там и всякие есть клетчатка, связанная, есть просто идеальные гарниры кабачки капуста фасоль цветная вот эта зеленая капуста много разных короче гарниров лучше здоровее полезней очень много макароны один из худших гарниров как говорил один мой знакомый тренер хочешь выглядеть красиво и быть здоровым откажись от гарниров макароны рис и картофель три твои главные врага макароны рис и картофель убери их навсегда из рациона и будешь счастлива я вам советую делать также или хотя бы начинать заменять их чем-нибудь так что про ответ покупатели бариллу или нет отвечу вам так не покупайте макароны вообще